Привет, бойцы! С вами проект мой от ICK, я Варченко Виталий. Сегодня я хочу тебе покатать наши очередные спарринги между разными стилями. Сегодня пришли разные ребята. С кудо пришло, несколько человек, китеры, боксеры уже традиционно. С ММА, по-моему, получил пару человек было. Мы разбиваемся обычно на спаррингах на два веса, так получается. В основном все приходят кабаны здоровые за 85 кг. Даже мне не особо не с кем работать. Но мы более-менее так разбились, поэтому тяжи работают на другой половине зала. И, возможно, в следующий раз поснимаем на тяжи. И сразу хотел бы вам порекомендовать пересмотреть, как вы, видео два раза. Для того, чтобы следить за разными парами. То есть сначала смотреть видео, следить четко за одной парой, потом следить за другой парой. Вам будет так более интересно, потому что вы увидите разную работу. Если следить только за мной, вы совершенно ничего не увидите. Потому что ребята между собой рубятся. Есть такие, которые рубятся, делают акцент на руки. В основном акцентируют. Из нашей этой спарринг-сессии все акцентировались в основном на руки. Кто приходил там, только пару человек. Пробовала партер переводить, пару человек ногами кое-как пытались махать. Непосредственно кикер даже один, можно сказать, пытался работать ногами. Остальные работают на руки. Поэтому между собой у них получаются такие, можно сказать, замесы. Серийная работа, там по 4-5 ударов работают. Все, как бы более-менее показывают хороший уровень. Просто когда они работают со мной, я этого всего делать не даю. Абсолютно. Поэтому у меня тактика боя довольно-таки жесткая, простая, скажем так, простая и в то же время жесткая. Я не даю себя бить и постоянно встречаю ногами, отсушиваю ноги, отбиваю ноги. И ребята просто боятся потом идти в атаку и постоянно бегают по залу. И мне приходится наматывать. То есть в прошлом раунде, если вы видели, такая работа и получилась. Боксер пытался, пытался, но благодаря просто такой легковес, можно сказать, для меня ничего не получилось. В этом раунде я работаю с кикером. Очень хороший парень, постоянно к нам ходит. Работает ножками. Единственный, наверное, кто работает более-менее ногами, набирается. У меня же опыта, работая со мной. Уже более-менее защиты выставляет. Ну, конечно, все равно чуть-чуть не то, потому что он не понимает линька. И удары ногами такие кикерские. И вот сейчас лоу-кик. И отсюда жесткий клинч. Пошла работа коленями. В ситуации, если бы мы работали локтями, я бы чередовал колено-локоть. И все бы на этом закончилось для нашего бойца. А сегодня точно. Но так как мы работаем без локтей, работаем только колени. Никто никого не убивает. Поэтому работа в клинче. И колени в голову я стараюсь убить. Просто работаю по корпусу. Потому жестких концовок не получается. И снова клинч. Снова колени. Попытки ударить корпус. Когда тебя держат в клинче, они абсолютно бесполезны. И любой таяц знает, что так делать нельзя. Только что-то жесткое. Их опять. Но стоит отдать дань ребятам. Да, они держатся все раунды. Как бы никто досрочно не ушел с пробитыми ногами. На следующий день я не сомневаюсь. У них там были проблемы с ходьбой дойти до туалета. Но все бои выстояли. Как-то с отбитыми ногами, но выстояли. Хоть хорошо ударил удар ножницы. Я давал на него обзор. И как его делать, показывал. Очень интересный удар. Заходит в кастер. Для неподготовленных обычно бойцов. Вот такая работа от меня. Как вы видели, я работаю на дистанции. Поэтому ребята пытаются боксировать. Но я этого просто не даю. То есть суть моей работы не пропустить и всадить. Все очень просто. Но на самом деле довольно сложно это делать. Вот сейчас я работаю на заднем плане. Если вы видите, третья пара. Это хороший раунд. Помню, был там и четко работал я под лоу-кики. Пару раз хорошо так всаживал. Паренька даже сносила. Он потяжелее весом, но от лоу-кика он падал просто. Ногу отпил капитально. Тоже ребята с кудо. Как бы мхами работают хорошо. Поэтому опять-таки рекомендую смотреть разные. Несколько раз пересматривать раунд и следить за разными парами. Видите, на переднем плане и боксеры. Неплохой легковес. Боксер ручками работает быстро, часто. И этот же парень ему отвечает в черных шортах без шлема и проходит в партер. Видать, парень с ММА, я точно не знаю откуда. Но все время переводит в партер. За третий раз его переводит в партер. Так. Очень хорошая вещь. Но работаем мы без борьбы в партере. Конечно, если была борьба, для борцов было все гораздо проще. Первый перевод в партер. И там дальше они уже делали свое. Болевые, удушающие. На этом можно было бы заканчивать тоже бой. Но мы работаем по ударке. Поэтому здесь ММА-шникам хорошо нарабатывать ударочку. Так как в нынешнем ММА ударники должны быть очень хорошие. Очень много боев. Уже практически без партера. Поэтому смотрите и туда, и сюда. Но опять-таки лучше смотреть куда-то в одно место. Сейчас давайте будем уже дальше напутать за передним боем. На переднем плане пары. Вот четко зашел. Молодец. В привод левой ручкой и правый через руку добавил наш клетковес в шлеме. Ручками работает лучше. На ножках двигается. Был получше. Но в партер пару раз его перевели. И уже я работаю с борцом на переднем плане. Но попытка хайкика меня удивила. То есть я ожидал такой работы руками. Но, наверное, когда ребята со мной стоят, тоже хотят сразу ударить ногами. Интересно, так всегда оно получается. Как-то все наоборот получается. Потому что, когда стоят с боксером, хотят работать руками. Вместо того, чтобы работать ногами и клинчевать. Когда стоят со мной, с тайцем, грубо говоря, начинают попытки делать. Ударом ногами ударить мне хайки, плохих, которые абсолютно никак я не чувствую. И они себя подвергают только еще жестче контратаки, скажем так. Ну, вот этот, как видите, наш один большой здоровенный минус – это отсутствие ритка. Ребятам, кто особенно с Кудо пришел, очень хорошо это все. Да, они работают на татаме. Они выбегают с татами на этом бою останавливаться и сводят в центр. Точно так же и у нас, как получается, в тренировочном спарринге. Он все время заткует. Вы видите, мне приходится больше заниматься легкой атлетикой, чем ударной техникой, скажем так. Мы бежим. То направо побежали, парень выбежал с татами. На этом атака останавливается, как я его зову в центр. Опять мы ушли, убежали. Там парень получил 3-4 жестких удара. На этом мы останавливаемся, чтобы не влететь. Я его вывожу в центр, опять начинаю давить. Он бежит в ту сторону к мешкам. Мне приходится бегать все время вправо-влево. Получается, были бы канаты, совсем другой бой был бы. Нету пауз. Поэтому вся суть такой работы поджимания, скажем так. Когда ты идешь жестко, встречаешь, встречаешь, давишь. И противник отходит назад и упирается в канатах. И только тогда начинается жесткая работа. Когда он уже в канатах. Тут я уже... Что-то мне не понравилось тогда. По-моему, он пару раз пытался меня быстро и сильно достать. Немножко мне это не понравилось, когда меня бьют голод рукой быстро. Пришлось концовочку сделать такую жестковатую. Колено, руки выбрасывать, поперебивать. После этого раунда он, кстати, отлетает. Но это чистый боксер такой. Даже накладки не одевал. Дергается, дергается руками. Что самое интересное, что чистый боксер, но в защиту встает тазик. То есть поднимает левое колено, выставляет блок и полностью закрывается руками в глухой защите. Уже как бы научен жизнью от лоу-киков. И пытается на скачке достать все время руками. То есть снова, видите, поднимает колено. Вот тут колено четко в порос зашло. Если б вложился, была беда. Снова, интересно все равно с такими ребятами работать, которые не убегают, а вот снова хотят уйти в глухую защиту и потом контратаковать руками. Немножко это неудобно. Как бы в глухой защите очень четко пробивать локоть. Когда противник все время заходит, он здесь локоть садит между перчаток. Сделать сечку капитанскую. Но опять-таки, у нас не профбой за 10 штук зелени, а у нас тренировочные спарринги, поэтому никого им убивать не собираюсь. Работают жестко только по ногам, по корпусу, там где не будет серьезных травм. Отбитая нога это фарфей. По хроматике все дальше нормально. А отбитая голова это может быть надолго. Поэтому такая работа у нас. Как видите, стуть моей работы была все раунды. Просто не дать себе ударить, что в принципе и получилось. За 5 раундов буквально 1-2 удара я пропустил, которые почувствовал. Подписывайся на канал, ставь лайк. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Поэтому жду твоих комментариев о том, что ты думаешь об этом всем и ждешь ли ты следующих наших спаррингов. Настойчивости тренировок. В закрытом онлайн-клубе Muay Thai CK ты найдешь очень интересные и полезные онлайн-встречи, закрытые видео уроки, а также 50 готовых пошагово расписанных тренировок. Ссылка в описании под видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok